Когда я отошел, вся душа тряслась. Вся душа, ребятки, тряслась. Думал, что кота уже не было на свете. Ходи до меня, ходи сюда. Ишь, зайчик. Ишь, я тебя тут покормлю и увидим. Не будем туда даже подъезжать. Ребята, так боялся. Вчера я всю ночь не спал. Миколисе Павловичу звонил. Так и так, скажу, приехавши. Говорю, второй раз закройте ни ворота. Нема лотків, нема кота. Говорю, знаете, а что ты с этого маешь? Что ты, типа, кормишь кота? Я говорю, ничего не имеется. Вдовольствие, просто, как помогаю. Знаете, есть люди живут, такие твари, которые даже не понимают, что как это. Вин ездит, с города, трата, сколько денег. Зайчик, слава Богу, что ты живый. Господи, я так за тебя переживаю. Ешь, ешь, зайчик. Кто тебя не обидит, Боже, зайчик. Ой, Господи, Боже мой. Я уже договорился. Скорее всего, возьмет сестра Микола Степановича. То есть я бы не хотел его подлечить, знаете, чтобы не так вот отдавать. Ой. Ешь, зайчик, съедай. Назад я поеду. Знаете, все ворота, закрытие ворот, это я вчера так приеду, побачу, что закрытый у него, он себе ворота закрыл. И эта колечка замотана проволока с одной стороны, с другой. Нема ворот, и нема кота. Я так вчера побоялся, что нема кота, потому что он говорит, а что у вас странно, что здесь кормить кота сюда? Ну, так это странно, понимаешь? Человеку даже странно, что, может, понимаешь, я сейчас расскажу, как оно было тут, на самом деле. Это странно, как это может, человек ехать, тратить сколько бензина, сколько грошей, чтобы кормить кота. Да, ты рядом живешь, не кормишь кота. А я езжу. О, Степаник сказал, позвони, каже, как найдешь кота, позвони, скажи сразу. Я тепер так миску принесу, миску принесу, покормлю, воду не буду давать, потому что у меня есть вода, потому что мне не надо давать, оставлю лоток, они побачатся лоток, что убьют, как злости кота. Такие люди, что могут убить. Он не понимал, а как это, мне ничего не дав, мне ничего не привез, мне не везет ничего, я сколько не ем, а он везет коту, из города, сюда еде, представляешь, человек посчитал, бензин сколько думал, что-то не те, не может быть, он, наверное, что-то, какие-то интересы не есть, знаете, а что ты с этого маешь, говорит, главное, что он мне вчера каже, сюда за руль, выезжаем машину, иди. Прячься, прячься, На опасность, никому не доверяй, потому что забрать лотки, забрать, закрутить, он со мной вчера балакает, каже, что бачишь, ну я же нормальная людина, мало ли кто тут на машине, приезжает, типа, стою, я мог их знищити, типа, снищити? Что снищить? А я питаю, снищить кого, меня или машину? Он говорит, разом, а я ему стою и говорю, а каким образом вы бы меня знищили? Он мовчит, он говорит, а каким образом вы бы меня знищили? А может он agile, на боковре, он говорит, мне кажется, ну я думаю, уже си в машину выезжать. А с той стороны едет полиция. Он говорит, о, шериф едет, сейчас я тебя, типа, сдам. А что ты сдашь? Ну, типа, в шутку. А я вообще потом думаю, а что ты сдашь, что я кота кормил? Ну, зашел я. Я думал, может, кто-то дома живет. Я в него там более питал, можно туда заходить? Он говорит, да, не проблема. Говорю, что я заходил. Он говорит, нет, только закрывай, бо вильцы, чтобы не зашли. Я говорю, я закрываю. Замотал. Я уехал. Вот такие люди думали, что я себе, наверное, надумал, пока у меня не было дома. Может, там у Амянт из него остановился, я ехал в полицейскую машину. Я выезжал уже, а он, наверное, что-то спросил, кто это? А то он говорит, что кота кормил. А то я, наверное, тоже думаю, не может быть. Как это? С коломой ходил кота кормил. Что-то не то. Понимаешь? Они даже представить себе не могут, что есть человек, который может приехать откуда-то. Они даже не могут, что-то не могут, что-то не могут. И так, ребят. Пойду сейчас. Может, водички будут. Пойду водичку. Водичку не хочешь, а ты бы уши закапали? Водичку не хочешь, чтобы никто не банчил, а не понимаешь? И вот так. Ой, пакет. Пойдусь. А я не могу. Я бы думал, как это так. Не может быть, чтобы он так не ехал. Ну не может быть. Не надо, вот их не выбрасывай. Стой, 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 стой. Так, так, так. Поганяй, поганяй. Стой, 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 стой. Я тебя не спал, мне снились такие кошмары. Снились, ой. Ты бачишь, у него коль немало таких, как уже, прям лисих-лисих вот этих. Бачишь, что такие будут зарастаются. Это только со скоп у него брали. Трошки, как почухали. Я ему вчера у колоколу. Хулочку, вот так удобно, раз, сюда подкожу. Все, пошли. Водочка будешь? Водочка будешь? Водочка будешь? Водочка будешь? Развертайся на дороге, саду. Разворачивайся на дороге, саду. Интересное растение. Красивое такое. Идемель садит на нем. Квитки осталось. Ой. Это репехи. У нас раньше называлось колючки. Они липнут, бачите. Тут еще он цветет. Кстати, цвет я не видел никогда. Ой. Вот так. Так, вот так. А, вот так. Все. Используйте. Квитки. Аминь, доро. Аминь. Ух. В шоке. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok мне сюда показалось что думаю должен под живой быть хотя когда колбасу ел вроде как во сне я не чувствовал так вроде а когда вытянул длинную а в руки беру она как колечки знаете как порезанная колбаса и колечки шкурок а когда тянул во сне было как прямая ну вот это самое я когда-то было напарано дедушка умер и были похороны дедушку только похоронили и отмечались застолье было там мама нарезала колбасу со шкуркой я ел колбасу схватил со стола давайте в детстве и давлюсь я чувствую что все я уже все я как чуть ли не синею и мать мне просто спасла она взяла пальцами открыла рот просто пальцами оттуда рукой залезла глубоко и вытянула мне вот это колечко шкурки вот это меня мама спасла от этого потом я ее когда на утке подавились это я запомнил на всю жизнь тут наверно подавился бы до умер уже нашло никто горло и я ничего не мог сделать я в детстве давился вот двумя вещами точно поджаренные яйца вот с другой стороны имеют такую корочку еще когда она знаете как тоненько это знаете как яйцо вот разбил и оно пошло в сторону а тут такая тонкая горка осталась потому что основной белок сместился и вот когда ты ешь это яйцо жареное и вот эта тонкая штука мне лезет я ничего не могу делать я ем а она как будто там по задней стенке лезет не туда куда надо вот это одна штука от которой я давился и вторая штука это шкурки от помидор когда вот эти закатанные помидоры ты ешь и вот эта шкурка и какой ты она тоже идет по заднему небу туда по стенке надо быстрее хлеба чтобы она его содрала и прошло такие штучки у меня так слава богу я перекрестился что вот я еду думаю ну все сейчас скатаясь анима значит убил точно я уже ну знаете люди от зависти от ненависти способны на все мачалок все он будет чтоб не ездил понимаете ой блядь я думаю боже я уже держу я себе господи слава богу что что не тронули кота так покормить его лоточки забрал с собой вимил мисочку и текать воды вин найде да попить так робишь добро делаешь доброе дело понимаете и получаешь еще но тебе говорят делаешь человеку добро как микола степанович каже что дедусь каже мий казалось что ты люди не роби добро она тебе плитой ну так как ну как камнем вы той або в груди або в плечи то есть камнями или в груди или в плечи знаете человека мучает мучает что как это он говорит а тебе что дел нету больше говорит ездить кота а яки в тебе дела что ты рядом и мисочку супа не можешь коту дать любого что нибудь кусок хлеба кинуть что ж ты совсем уже тебе дел больше нема думаю я как это так а микола степановича представьте украв в гриц палку колбаси вон он сказал я впереди сидел каже не потеряв там колбасу я пішел в данную кажу нема гриц украв половину зел каже пьет воду пьет воду каже ты же крав ты полный баговый видишь? давай сколько там лис на лисе а сколько там не видно тебе? так на чеку написано а вот 253 литра я ждал что зеленый загорится где она должна загорится стрелочка на светофору на дивися подивися так она горела в правую сторону а сейчас будет гореть в лево а теперь горит в лево так она две в ту сторону гидь кажу влево поворот включай так она две стрелочки туда а я думаю не все в ту сторону светятся а я по твоему як я сдав на права? люди идут для весны покрывать Оля ты вот это мне только делаешь проблему я проехал бы молча а по твоему як я сдавал экзамен не знаешь теперь я не знаю что делает любовь всю жизнь ради любви а так и сдавал налево как все люди порядочные сдавал на кнопочки нажимал ответики да и спецклады куда направо нам направо куда дивисься на знаки трохи к標ными ст�� не умные через слово подиезли как как не хватает еде куда протчи 100 раз едешь на одном и тому же самом вместе неужели не завиучить знаки я знаю знаки просто ни было за не заметил его так дивисься на дорогу а не телефон и тогда я уже думаю боже як это пережить не дай бог убьют кота и это получается что из-за того что я хочу сделать добро а кто-то от зависти от злости с той стороны машина ехать не может а вдруг будет ехать так и я тут надо останавливаться почему так это если туда ехать это дорога запрещено но ты договоришься что зробишь аварий таких вчерочек не трубишь книжки вон сзади тебе стоять берет на керамине эти книжки мне на очи миски для неумных паркуйся за цей машиной я вот тут буду парковаться чтобы светло выключено в нас за полгода что-то там есть на веранде ну выйди да выйди паркуй машину выходит что выйдет я припарковал ну хорошо припарковал молодец и гав и гав и гав и гав и гав это как мама сказала сверху и гав и гав и гав а чё ты не даешь боишься без меня вид фамилии завтракать